Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Markets. Сегодня 21 апреля, начинаем наш утренний брифинг. Начнем, пожалуй, с подведения итогов вчерашней торговой сессии. Напомню, вчера утром мы говорили о том, что очень вероятен дальнейший рост пар евро-доллар и фунт-доллар. Прежде всего, мы основывались на техническом анализе и на тех данных, которые мы видели в последние торговые дни. Так вот, на самом деле, евро вчера продолжил свой рост. Мы увидели довольно приличное движение, которое началось с самого утра и открытие европейской торговой сессии. Однако затем, в ходе уже американской торговой сессии, мы увидели возврат к прежним ценовым значениям. И сейчас мы разберемся, с чем это было связано. В то же время отметим, что фунт-доллар остался в условиях узкой боковой консолидации. Каких-то сильных движений мы не увидели. Даже несмотря на то, что был новостной фон некий из Великобритании, вызван он был тем, что целых два выступления главы банка, центрального банка Великобритании и Карни, мы вчера услышали. И давайте сейчас перейдем к более подробному анализу того, что же произошло. Так вот, прежде всего отметим, что особых новостей не было. Новостной фон не был насыщен, так как мы привыкли это видеть, особенно в конце недели. Даже если мы сравним с сегодняшней торговой сессией, то увидим, что вот, например, сегодня новостей интересных будет куда больше. И, конечно же, не забываем про то, что уже очень скоро, в течение ближайших двух дней, на этих выходных, мы увидим выборы во Франции. Об этом тоже сегодня, конечно же, поговорим. Так вот, вчерашний день был отмечен тем, что мы увидели данные по росту активности от Федерального банка ФРБ Филадельфии. И вот, что хотелось бы отметить, так это то, что рост этот был наименьшим с начала текущего года. То есть, есть некий негативный сигнал по отношению к американской валюте. Однако, несмотря на то, что цифры были, казалось бы, довольно плохие для американской валюты, какого-то снижения вот по остальным парам, кроме евро-доллар, мы не увидели. То есть, по отношению к евро, на самом деле, доллар просел довольно серьезно в первой половине дня, в первой половине торговой сессии. Но вот, по прочим инструментам, мы какого-то влияния не увидели вовсе. Более того, пара доллар-иена даже показала довольно неплохой рост. И также на то были свои основания. Вот, если мы говорим о паре доллар-иена, то нужно отметить именно общие тенденции глобальные, которые по данной паре существуют. Прежде всего, если мы говорим о паре доллар-иена, то нужно отметить, что, во-первых, японское правительство всегда выступает за низкий курс национальной валюты. В силу направленности своей экономики. И неоднократно уже заявляла в этом году о том, что политика ЦБ Японии будет очень мягкой в текущем году. Повышений ставок не планируется. В то время, как, наверняка, я думаю, вы знаете о том, что Соединенные Штаты Америки запланировали сразу несколько повышений уже в этом году. И, конечно, вот это несоответствие между политиками ЦБ оказывает самое прямое влияние на данную валютную пару. И вот в последние дни как раз-таки отыгрывается именно эта информация. Хотя, в целом, если мы посмотрим на дневной график, то увидим, что иена растет с начала текущего года. Опять же, вот именно этот момент связан уже с тем, что в целом риски, глобальные риски финансовых рынков в этом году довольно высокими являются. Есть довольно существенная доля неопределенности, которую, опять же, отнюдь не уменьшает предстоящее событие, выбор во Франции президентский. О чем мы чуть позже, конечно, скажем. И вот еще из новостей вчерашнего дня. Выступление Карни, как уже было замечено, состоялось вчера. Но, что интересно, никаких комментариев по поводу экономической ситуации, по дальнейшим планам в отношении монетарной политики. И уж тем более по заявлениям Терезы Мэй и по предстоящим выборам мы не услышали. К сожалению, в очень выдержанных тонах прошло выступление главы Банка Англии и Карни. Ничего нового не было сказано абсолютно. Были лишь сухие формальные замещания по вопросам деятельности Центрального банка Великобритании. Поэтому инвесторы остались в неком недоумении. Хотя можно было ожидать, что каких-то серьезных заявлений сделано не будет. И поэтому отметим еще раз, что пара фунт-доллар осталась в условиях того же бокового канала, в котором она находилась и позавчера. Вот после тех серьезных изменений цены, которые были в начале недели, мы видим то, что приходит спокойствие. Но, опять же, конечно, это локальное движение. Это лишь на несколько дней. Уверен, что с начала следующей недели мы вновь увидим повышенную волатильность по паре фунт-доллар прежде всего. И ознаменовано это будет именно выходом из этих границ бокового канала. Поэтому сегодня пара фунт-доллар, пожалуй, опять останется без особого внимания со стороны трейдеров в силу того, что все взгляды инвесторов, крупных участников рынка прикованы именно к еврозоне в силу уже выше названных причин, к которым мы постепенно сейчас и подбираемся. Поэтому сегодня, учитывая, что фунт-доллар находится вблизи нижней границы бокового канала, есть смысл осуществлять совсем краткосрочные сделки на покупку с целями вблизи верхней границы канала. Но, опять же, это довольно своеобразная торговля именно для тех, кто умеет и знает, как работать в условиях бокового канала. Поэтому мы бы, конечно, советовали дождаться выхода за рамки этих границ и уже затем открывать сделку по отношению, по паре фунт-доллар. Ну и, пожалуй, конечно же, сейчас очень подробное внимание уделим предстоящим выборам во Франции. Напомним, запланировано два тура президентских выборов. По итогам первого останется два кандидата. Если вкратце обозначить, что это означает для финансовых рынков победа того или иного участника, то отметим, что существует четыре основных кандидата в данный момент. Ну, если пробежаться по фамилиям, то можно разделить их на два лагеря. Вот если, вот по, как раз таки, исходя из того, к каким взглядам относится тот или иной кандидат, будет понятно, что нам ожидать, каких движений ожидать по парам. Прежде всего, евро-доллар. Конечно же, будет определенное влияние оказано и на фунт-доллар, хоть и меньше. И очень интересной торговой идеей может стать работа с французским индексом 40 крупнейших компаний, которые называются ФРА-40. Вот на самом деле, по французскому индексу по паре евро-доллар запланированы основные движения. И, конечно, с начала следующей недели, уверены, будет также повышенная волатильность. Вот, в то время как сегодня, в последний торговый день перед этими событиями, нужно отметить, что наверняка снизятся объемы торговли, то есть рынок будет более тонким. Поэтому движения каких-то сильных вряд ли стоит ожидать. Более того, будут наверняка закрываться позиции крупных участников рынка. Хотя, на самом деле, они делали это всю текущую неделю, уже постепенно уменьшая объем позиций. Потому что, все логично, большие деньги риск не любят. Первый тур президентских выборов во Франции, безусловно, это существенная неопределенность, поэтому доля риска возрастает. Опять же, на этом фоне можно отметить, что будет расти стоимость облигаций в течение сегодняшнего дня, пусть незначительно. И могут на фоне ухода от рисков расти защитные активы, которыми выступают японская иена и франк швейцарский. Швейцарская валюта также может сегодня именно на защитных настроениях показывать локальный рост. Но, опять же, в силу низких объемов, какие-то долгосрочные позиции открывать точно не рекомендуется. Возможно, лишь торговля по теханализу, например, либо по запланированным сегодня новостям. Но в течение буквально каких-то, скажем, низких таймфреймов, 5-15-минутной графики лучше выбирать сегодня для торговли на наш взгляд. Так вот, вернемся к выборам во Франции. Существует 4 основных кандидата. Два из них считаются ультраправыми, то есть выступают за разрыв интеграции с еврозоной Франции и будут наверняка настаивать на пути, чуть ли не похожем на путь, который выбрала для себя Великобритания. Такими кандидатами являются Лепен и господин Миланшон. Вот если хотя бы один из этих кандидатов, и если вдруг оба из них пройдут в следующий тур, то есть два останутся и оба из этого лагеря, то, как отмечают аналитики Ситибанк в своем отчете, который был буквально вчера опубликован, это может очень плохо отразиться на перспективах пары евро-доллар и, конечно же, негативно повлияет на французский индекс. Вот по разным оценкам от 10 до даже 30 процентов в долгосрочной перспективе, как отмечают аналитики, может потерять пара евро-доллар в случае, если оба этих ультраправых кандидата пройдут в следующий тур. Вот, однако есть и сторонники другой позиции, которые более спокойно относятся к вопросам отношений с Евросоюзом, и к ним относятся кандидаты Макрон и Фийон. Вот как раз-таки на самом деле по одному участнику из этих двух групп, как ожидается, мы увидим во втором туре выборов. Это, вероятнее всего, будет Марин Лепен и Эммануэль Макрон. Вот как раз-таки Макрон даже по последним данным опережает своего конкурента основного в лице госпожи Лепен. Причем, пусть это незначительные цифры, но вот наблюдается тенденция именно по росту востребованности его взглядов у населения Франции. Поэтому, конечно, с пессимистичными взглядами на перспективы евро-доллара и французского индекса пока стоит повременить. Вероятнее всего, мы увидим даже превосходство как раз-таки Макрона, что повлечет за собой дальнейшее укрепление евро-доллара. Как замечается аналитиками уже давно, на протяжении последнего месяца идут об этом разговоры, то, что более вероятной становится победой именно Макрона, а значит, более вероятным будет и укрепление, по крайней мере, в течение ближайших недель после этого события пары евро-доллар. Опять же, как это все будет, мы узнаем лишь на выходных, а первые торговые позиции на основе этой информации сможем открыть лишь в понедельник. Поэтому, опять же, призываем вас не увеличивать риски, но для тех, кто все же хочет открыть сделку сегодня и как-то поучаствовать в предстоящем событии, наверное, стоит посоветовать именно покупку евро-доллара в силу, опять же, предварительных данных по результатам первого тура выборов. То есть, вполне может сработать идея покупки евро-доллара сегодня, например, во второй половине дня, и, конечно, тогда нужно уже будет оставить позицию на выходные. Вот, еще раз повторюсь, риски при этом будут завышены, поэтому объем позиций стоит также скорректировать. Вот, опять же, что касается вот именно выборов во Франции, нужно еще отметить то, что все-таки вот та доля неопределенности, которые существуют на рынках, будет влиять не только на пару евро-доллар и не только на французский индекс, будет оказываться параллельно влияние еще и на швейцарскую валюту и британский фунт. Но, опять же, прежде всего, мы советуем сегодня открывать позиции именно на основе теханализа и нескольких новостей, которые запланированы. Сегодня нас ожидает выход статистики по индексу деловой активности Германии, а также объем розничных продаж из Великобритании. И, на самом деле, учитывая традиционно повышенную волатильность по британской валюте, вот, вряд ли эта новость спровоцирует выход из бокового канала, который формируется в последние два дня. Но вот движения более сильные и направленные мы точно сможем увидеть по итогам выхода данных новостей. На самом деле, по прогнозам, объем розничных продаж в Великобритании должен снизиться и перейти даже в отрицательную зону, что может, конечно, негативно отразиться на паре фунт-доллар. То есть, продажи перед выходом данной новости, либо уже, конечно, лучше по факту публикации стоит начинать. Но, опять же, все будет зависеть от того, каким будет фактическое значение этой публикации. Что касается нефти, то нефть в ходе вчерашней торговой сессии также каких-то сильных движений не показала. Мы видели формирование боковой консолидации. Но вот сегодня мы также открываемся в очень узком флете. И есть некие признаки активизации покупателей. То есть, мы можем вполне, по крайней мере, в первой половине дня отправиться выше текущих значений. И, опять же, отметим, что каких-то новых фундаментальных данных и оснований для открытия сделок мы не увидели. Поэтому, опять же, ориентируемся, прежде всего, на технический анализ с позиции технического анализа. Опять же, краткосрочные покупки до конца сегодняшней торговой сессии вполне возможны по нефти. В то же время, пара доллар-рубль вчера вышла за рамки краткосрочного восходящего канала. И сейчас направлена на повторное тестирование важного уровня 55.80. Это будет уже четвертое тестирование, если мы все-таки опустимся до этих значений. И напомню, что чем чаще по канонам, опять же, технического анализа, чем чаще и больше раз мы подходим к какому-то уровню, тем более вероятен его пробой. Поэтому, опять же, будет интересно понаблюдать уже на следующей неделе, как будет валютная пара доллар-рубль вести себя вблизи этой важной ценовой отметки. И в завершении уже сообщим по индексу S&P 500 американскому некую информацию. Вчера мы отмечали, что довольно негативный был настрой в последние дни в силу отрицательных отчетов и плохих итогов деятельности компании за первый квартал текущего года. Но вот, что называется, облака рассеиваются. И, на самом деле, очень сильный отчет вчера был от Morgan Stanley. Если мы анализируем, опять же, отчеты инвестиционных банков, по которым, прежде всего, ориентируются инвесторы, если говорят об индексе S&P 500, то по сравнению с Goldman Sachs Morgan Stanley очень впечатляющие результаты показал. Можно даже поговаривают о том на Уолл-стрит, что Goldman Sachs больше не будет таким лидером в инвест-направлении американских банков и постепенно утращивает свои позиции в силу того, что лучшие условия, лучшая стратегия есть у конкурентов. И, на самом деле, есть мнение, что основных клиентов именно в последние месяцы именно Morgan Stanley, Уолл, Goldman Sachs переманил. Поэтому, в целом, сейчас позитив на американский рынок возвращается. Становится понятно, что проблемы тех компаний, которые опубликовали свои отчеты первыми, они являются не общими, не относятся ко всему рынку в целом, а лишь локальные проблемы той или иной компании. Поэтому, вчера мы видели довольно сильный, относительно сильный рост по американскому индексу, опять же, после открытия именно американской сессии. Поэтому, все идет к тому, вот о чем, опять же, мы говорили вчера, что та консолидация, которая есть на дневном графике по индексу S&P 500, близка к завершению. И, вероятнее всего, уже в ближайшие недели мы сможем увидеть новые максимальные отметки по данному торговому инструменту. На этом хотелось бы закончить сегодняшний брифинг. Всем успехов в торговле. Будьте особо внимательны и осторожны сегодня, в силу насыщенного политического фона и тех событий, которые нас ожидают. До свидания. Продолжение следует...